здравствуйте друзья здесь демитков юрий в прошлом видео я рассказал о методе martin гейла и там было максимальное упрощение потому что метод martin гейла я иллюстрировал на простейшем примере с бросанием копейки монеты там 1 0 1 0 и там было рассказано о том что каждый раз монетка выпадала когда я на единичку мы выигрывали наверняка вот и я обещал рассказать о том что как его можно применить на практике на биржевой торговли сейчас я это сделаю но сначала я хочу сделать несколько заявлений но первое самое главное заявление в том что я хочу напомнить что торговля на бирже сопряжена с рисками что данная стратегия несет в себе достаточно большие риски вы должны об этом знать то что я буду рассказывать ни в коем случае не является рекомендации для торговли только демонстрация того как это делается если вы решитесь применять этот метод у себя то соответственно вы принимаете всю ответственность на себя второе заявление о том что данное все что я буду говорить будет понятно не всем только тем но за рассчитано на тех кто уже закончил курс биржа для чайников но если вы не закончили и понимаете то пожалуйста но я не буду максимально упрощать здесь потому что ну не получится просто вот если вы еще не прошли курс биржа для чайников вон там вон буковочка и в правом верхнем углу нажмете выскочит окошечко нажимайте курс биржа для чайников для вас он платный да ну это стоит того я вас уверяю вот ну а те кто прошел все поймут прекрасно ну и третье как бы предупреждение о том что данный метод очень хорошо работает на спокойном рынке когда все идет спокойно если колебания интенсивные то в общем сказать там лучше его не применять и закрыть сразу вот но я вас предупредил теперь давайте уже перейдем непосредственно к самому методу и так вот я выбрал сейчас биржа работает я отключу просто терминал я выбрал спокойный день смотрите вот здесь вот ну я вам могу сказать по секрету что это 13 ноября вот здесь следующий день начнется 14 ноября 14 ноября это четверг четверг но вполне себе спокойный день там вторник четверг среда пятница обычно волатильные пятница вообще не рекомендую торговать нефтью потому что в 9 вечера там выходит информация очень важная и по моему в 15 часов по москве и в 9 часов по москве вечера и в момент выхода этой информации у вас и к чертовой матери все слетит поэтому вот к этому моменту лучше не торговать если в пятницу и торговать то только с утра я вас предупредил все значит смотрим вот у нас ситуация предположим что 14 ноября и вчерашний день закончился вот так здесь все достаточно спокойно и что мы делаем мы значит строим график нефти бренд и у нас посмотрите вот ленты бойлинжера есть и но сейчас нефть немножечко выше чем середина ленты бойлинжера поэтому по верхней границе ленты бойлинжера мы ставим на продажу один лот и на середине ленты бойлинжера мы ставим take profit по исполнению то есть смотрите вот здесь мы ставим заявку ну буквально в стакан в стакан на продажу одного лота и вот здесь take profit по исполнению и в то же время значит одновременно мы ставим на покупку один лот и то же самое заявка на из по исполнению будет здесь же вот но здесь я немножечко упрощаю модель вот но принцип такой зачем мы покупаем один лот и фиксируем посередине прибыль и мы продаем один лот в short и значит соответственно фиксируем прибыль вот какая прибыль у нас будет зафиксирована посмотрите не трудно посчитать что 62 45 62 60 15 пунктов у нас будет зарегистрирована прибыль вот но если вдруг мы продали нефть и цена пошла вверх а мы хотим заработать 15 пунктов то мы вот здесь продаем уже два лота мы не ставим стоп лимита продаем два лота вот посмотрите вот 15 пунктов поднимаемся вверх от 60 ну здесь на самом деле так вот видно да что 15 пунктов поднимаемся вверх 62 75 мы продаем два лота и значит вот здесь вот мы ставим заявку на продажу одного лота здесь ставим take profit но здесь мы ставим тейк профит по исполнению вот он тейк профит по исполнению видим да вот здесь мы ставим продажа два лота и вот этот тейк профит по исполнению будет уже да собственно говоря уже ну вот здесь короче говоря мы должны продать все три лота будем вот мы продали один лот продали еще два вот здесь мы продадим три лота значит по этому лоту у нас ничего не зафиксируется потому что у нас будет убыток вот но зато по этим двум лотам у нас будет прибыль вот и далее мы значит ставим еще квадратик вот этот поднимаемся здесь ставим на продажу 4 лота и уже вот здесь будет тейк профит по исполнению четырех лотов то есть мы смотрите по этим двум позициям мы теряем но тем не менее мы заработали да но тем не менее мы здесь заработали значит соответственно дальше если выше мы поднимемся то мы уже продадим вот здесь вот будем ставить заявочку можно сразу стакан ставить продажа 8 лотов вот здесь она будет стоять у нас ну она должна быть красная вот так продажа 8 лотов и то же самое мы делаем на покупку покупка один лот тейк профит на продажу здесь же но у нас здесь на покупку прямоугольничек немножечко поменьше будет видим да вот он прямоугольничек поменьше соответственно здесь покупка 2 лота покупка 4 лота и покупка 8 лотов все мы расставили заявки понятно что это уже должно быть при работающей бирже вот смотрим что происходит у нас мы продали прямо сразу на открытии сразу один лот и продали в short еще два лота видим три лота мы продали до свете мы продали у нас пошла в убыток мы еще два лота продали ничего страшного у нас сейчас три лота проданы идет в убыток пошла вниз так опять вверх колеблется не знает куда пойти идет вверх но уже кажется останавливается она не может идти бесконечно вверх на это все рассчитано так 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 у нас кубу продано вот здесь три лота здесь два здесь один всего три лота сейчас проданы колеблется время идет сейчас 14 число 1040 целый час уже проходит но у нас ничего 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 не происходит дальше смотрим ничего у нас не происходит пока так мы продаем еще четыре лота видим да мы продали здесь еще четыре лота у нас уже продано 7 лотов и если мы пересечем вот эту линию мы продаем 7 лотов и фиксируем прибыль но прибыль у нас будет зафиксирована по одному все видим да здесь прибыль зафиксирована один лот мы заработали 0,15 доллара на каждом барреле а на одном лоте один лот это 10 баррелей все мы зафиксировали и теперь вот в этот момент мы снова расставляем заявочки вот мы зафиксировали здесь прибыль теперь у нас уже все по-другому становится мы уже ставим на продажу вот здесь один лот аналогично у нас на покупку будет покупка 1 лот а мы его уже покупаем собственно говоря вот он покупка 1 лот покупка 2 лота здесь покупка 4 лота здесь сейчас у нас уже будет по 10 пунктов мы сражаемся уже за 10 пунктов мы купили а вот здесь мы уже и продали его все мы заработали 10 центов видите да второй шаг сработал то же самое здесь стоит заявка на продажу здесь мы выставляем снова заявку на покупку у нас вот сейчас здесь находится позиция вот здесь мы купили видим да мы купили смотрим что дальше у нас здесь заявка на следующие так чуть-чуть не дошла до тейк профита видим да вот пересекла тейк профит мы заработали еще 10 центов у нас сейчас ничего не меняется ставим здесь продажу так и стоит мы ставим снова покупку 1 лот вот она и продолжаем работать просто на ауну демократно а вот все два девчонки от они от Сколько? Десять еще пунктов, насколько я помню. Не заработали, мы еще четыре лота продали. Семь. Сейчас у нас семь лотов продажи. И все накаляется, еще восемь готовы продать. У нас все уже, так сказать, накаляется очень сильно. Идет вниз, слава богу. Все, мы заработали свои. Десять пунктов, вот она, десять пунктов на одном лоте всего. Хотя у нас было продано семь лотов, мы немножко поволновались. Теперь смотрите, что происходит. Теперь мы уже, посмотрите, все поменялось, у нас ленты более чемпионера расширились, поэтому мы все это меняем. За всем этим надо следить постоянно. Так, один лот мы уже ставим на продажу вот здесь. Вот. Соответственно, у нас... Вот, на продажу один лот мы ставим вот здесь. Это мы... Уводим куда-то вверх. Так. Это мы тоже уводим вверх куда-то. Так, продажа один лот. Тейк-профит. Покупка. Один лот вот здесь становится у нас. И это все уезжает вниз. Соответственно, у нас, смотрите. Здесь у нас... Ну, короче, это 15 пунктов. Мы уже сражаемся за 15, но у меня тут стоит даже за 20 пунктов. 90 здесь. 10, да, 20 пунктов. 20 пунктов мы сражаемся за 20 пунктов. Вот она. И вот. Продажа два лота будет у нас. Вот здесь. Продажа два лота. Ну, это я уберу, потому что, ну, я уже заранее знаю, что это не произойдет. Вот, покупка один лот у нас стоит. Покупка два лота. Вот те же самые 20 пунктов. Два лота будет стоять вот здесь. Мы расставляем снова эти линии. Ну, и ниже там 4, 8 и так далее. Все, мы сражаемся здесь. Продажа один лот. Да, мы его продали. Мы продали один лот. Пошел вниз, хорошо. Вниз, хорошо. Вверх, плохо. 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 Пошел вниз немножечко. Вверх, вниз. Ну, на месте, кстати, стоит. Не пересекли еще. Вот у нас стоит линия. Тейк профит, видим, да? Никак не идет у нас. Никак не пересекли. Есть, пересекло. Тейк профит сработал. Мы заработали 0,2, видим, да? Снова ставим уже по новой. Ставим здесь продажа. Один лот, вот она. Покупка один лот у нас будет вот здесь уже. Вот, и тейк профит у нас уже будет новый вот здесь посередине. Понятно. Дальше расправляем также какие-то самые. За что мы сейчас сражаемся? Смотрим. Здесь 0,3, здесь 19. За? Мы сражаемся за... Вот, мы купили, на самом деле. За 0,15 мы сражаемся здесь. У нас покупка стояла с одного лота. Так, мы заработали. 0,15 вот здесь, видим, да? Тейк профит сработал на покупку. Снова ставим здесь покупку, здесь продажу. 0,15. Время 17 часов. Ничего не происходит, вокруг средней, не колебится. Вот, мы купили один лот. Мы продали один лот. 0,15 заработали. Следующий. Здесь практически ничего не меняется, у нас покупка продажа, да? Ой, меняется там 0,10. Так, продали, купили. 0,10 заработали. Видим, да? Здесь мы продали, здесь купили. 18 часов 15 минут. Купили. Продали. Мы заработали еще 0,15. 18 часов 30 минут. И, ну, хватит нам уже торговать. Давайте подведем итоги. Ну, я вам скажу так. Мы совершили всего 9 сделок, я посчитал. Мы всего совершили 9 сделок за все это время. И из них, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Пять сделок по 0,15 пунктов. 5 умножить на 0,15 плюс 3 умножить на 0,1 плюс на спокойном рынке 0,2. 0,2 равно, ну, здесь нетрудно посчитать, 0,75 плюс 0,5 равно 1,15. 1,15 – это у нас доллара. Суммарная наша разница. 1,15 долларов умножаем на 10 долларов в одном лоте. А на 10 баррелей в одном лоте получается 11,5, значит, вот здесь вот 1,15 доллара. Умножаем на 10 баррелей, равно 11,5 долларов. 11,5 долларов мы заработали за один день. Вот такое дело. Так зарабатывается на методе Мартингейла. Ну, здесь мы ставили вручную. Вы видели, что нужно постоянно следить, постоянно смотреть за рынком. Как только сделка закрылась, мы тут же все меняем, тут же снова расставляем все эти позиции. Ну, понятно, что это можно сделать с программой, с роботом. Но как это делать, я пока не знаю. Если я дойду до этого, я обязательно расскажу. Но принцип вы поняли, как работать по методу Мартингейла. Еще раз могу сказать, что метод Мартингейла работает на спокойном рынке, на спокойном рынке, когда нет никаких сильных колебаний. Если есть сильные колебания, метод Мартингейла у вас принесет убытки. Поэтому, если у вас больше, чем три шага пошло, значит, и не в ту сторону, то я вам советую не продолжать это дело, зафиксировать убытки и просто не ваш рынок. На растущем рынке или там на падающем рынке метод Мартингейла работать не будет, потому что он будет работать только на боковом рынке. Я надеюсь, что то, что я рассказал, было полезно. Поставьте, пожалуйста, лайк. Если кто что не понял, но биржа для чайников вам в руки. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok